Я приветствую вас, дорогие братья и сестры, дорогие лидеры, которые находятся здесь в зале, которые смотрят нас онлайн или будут смотреть нас в записи. Пусть Господь благословит всех нас. У нас сейчас будет такая практическая часть о том, как благовествовать Евангелие в это время, в нынешних условиях. У нас сегодня будет свидетельство четыре брата. Это пастора. Я хочу сейчас пригласить их на сцену. Это брат Жаворонков Сережа, пастор Жаворонков Сережа, Белоножка Андрей. Вот можно в таком же порядке становиться на сцене. Литвин Сергей и Ющенко Алексей. Дорогие братья и сестры, Бог в прошлом году, когда была лидерская конференция, открыл нам, что этот год будет годом доброго самарянина. Кто из нас тогда знал, какие события нас ожидают? Кто знал, что будет война, что будет сколько беженцев, сколько людей, которые нуждаются в помощи? Мы не знали, но Бог знал. И поэтому Он открыл нам, что будет такой год. И действительно, в этом году мы помогли очень многим людям, очень многим людям. Мы очень многих людей поддержали, помогли материально, духовно, душевно. Это действительно год доброго самарянина. И у нас было водное крещение на воду Хрещу, а потом был перерыв в связи с войной, и мы несколько месяцев не крестили людей. А вот в прошлом месяце у нас было водное крещение, и за время войны, за эти несколько месяцев, мы крестили 78 человек, братья и сестры, только в Центральной Церкви. За несколько месяцев войны покаялись, прошли наставничество, и крестилось 78 человек. О чем это говорит? О том, что Бог работает в это время. Может быть, какие-то нестандартные сейчас методы евангелизации, но Бог работает. И вот сегодня четыре брата пастора, они расскажут о том, как они благовествуют Евангелие у себя по местной церкви, и вот какие есть плоды в спасении людей. Знаете, я думаю, что на сегодняшний день одним из эффективных способов евангелизации – это быть чутким к нужным людям. Это когда ты можешь восполнить нужды людей, базовые какие-то потребности, элементарные вещи, которых они нуждаются. Люди потеряли все, на улице война, и людей нет ни работ, нет жилья, вообще ничего нет, обозримого будущего нет. И когда они получают какие-то продукты, когда они сковородочку получат, когда они получат матрасик, когда они получат какие-то средства гигиены, шампуни и так далее, их сердце открывается. Особенно, когда ты это делаешь, знаете, без каких-либо условий. Ты не говоришь, приходите в церковь, и после служения вы получите что-то. Ты не делаешь никаких условий, ты делаешь это безвозмездно. Мы для себя приняли решение, что вторник-среда у нас выдача для переселенцев. У нас около пяти тысяч переселенцев в Вишневом. И каждый вторник-среду мы что-то им даем. Мы приняли решение, что девиз нашей команды будет такой, что кто бы ни пришел к нам, чтобы у него осталось сердце, знаете, вот насыщенное, довольное, он хотел бы прийти еще раз. Он бы хотел бы… Он понимал, что ему здесь помогли. Он понимал, что к нему здесь по-человечески. И люди, когда получают это все, они сами потом хотят приходить в церковь. Они видят, что мы говорим, дорогие, мы выдаем это вам, вам не обязательно приходить в нашу церковь. В воскресенье – день для Бога. Придите в ту церковь, в которой вам комфортно ходить, в которой вам по душе. И знаете, уже десятки раз приходили ко мне мои любимые бабушки, говорят, батюшка, скажите, будь ласочка, а где можно, коли можно вам в церковь прийти свитечку поставить? Я говорю, приходите в неделю, в неделю мы помолвимся за вас. За ваши потребы, за нашу Украину, за Украину. Все будет добро. И это очень звурушливо. И классно, когда это делается с душой, знаете, с человечностью. Когда ты вкладываешь какие-то добрые намерения, когда ты говоришь добрые словачек. Говоришь, что, дорогие, приходите, приходите к нам, мы вам обязательно поможем. Мы за вас помолимся. Мы сможем разделить вашу боль. Люди открываются, люди приходят. Чтобы вы понимали, у нас в наставничество где-то на сегодняшний день 70 человек. И 70 человек, 80% это переселенцы. 80%. В этот понедельник я проводил один из уроков наставничества. Было 10 новых людей. Из них 9 это переселенцы. Людей это касается. Люди каются массово, приходят в наши домашки. Быть чутким к людям очень важно. И быть чутким к Богу. Один случай. Встречаю соседку из моего подъезда. Она говорит, она знает, что мы помогаем людям, знает, что есть церковь. Она говорит, Сережа, я знаю одну мою подругу, она учитель. И я хотел бы, чтобы вы помогли ей церковью. Она без продуктов, она сама осталась, у нее сын на фронте. Я говорю, хорошо, я заеду. Я приезжаю к этой женщине. Она пожилая, она уже на пенсии. Открывает дверь. Она такая, знаете, действительно, пожилой человек, небольшая такая бабушка. Я говорю, я волонтер. Мы помогаем людям, я сам верующий, хожу в церковь. Я перед этим Бога спрашиваю. Бог, а что можно сказать этому человеку? Бог говорит, скажи просто, что я ее люблю. Я приезжаю, говорю, знаете, тетя Нила, Бог вас любит. Иисус Христос вас любит. Она расплакалась, рыдает, стоит. Я растерялся, не знаю, что делать. Подошел, обнял ее. Она говорит, я говорю, почему вы плачете, что произошло? Она говорит, Сережа, вчера ложусь спать. Говорю, Боже, если ты есть, если ты меня любишь, помоги мне. Ты видишь, что у меня ничего нету, помоги мне. А сегодня ты приходишь утром и даешь мне, говоришь, Бог тебя любит. И уже у меня слеза, знаете, вот такая вот опускается. Я думаю, Боже, какой ты чудный. Бог очень сильно любит человека. Быть чутким к Богу, быть чутким к людям очень важно сейчас, вот в нынешнее время. Огромное спасибо, Сережа. И следующим поделится Андрей. Андрей. Да. Братья и сестры, приветствую вас. Хочу засвидетельствовать за нашу церковь на левом берегу Киева. Знаете, вот мы слышали от пастор Тани, что в центральной церкви крестилось 78 человек. У нас в прошлом месяце крестилось 18 человек. И 30 человек ходят на наставничество. Слава Господу. Знаете, когда епископ ровно год назад объявил о том, что и провозгласил, что этот год будет годом доброго самарянина, я тогда даже не понимал, насколько это будет реально, насколько это будет практично в этом году. И знаете, в марте месяце мы начали служить и благовествовать добрыми делами через продуктовые наборы. И если первый месяц у нас была раздача продуктовых наборов как-то хаотично, у нас не было возможности где-то брать, мы покупали за свои финансы, где-то что-то находили, каких-то спонсоров. То есть ровно через месяц мы поняли, что это нужно делать через диаконов. Мы поставили систему фильтрации. И мы поняли, что если мы будем делать это через диаконов, и по определенной системе люди будут идти не за пайками, а люди будут идти к Богу. И знаете, мы перестали выдавать пайки просто так, вот знаете, на улице, либо где-то там, знаете, по каким-то приглашениям. Мы вообще перестали приглашать. Мы сказали так, что мы выдаем пайки только тем, кто попали в домашние группы, кого мы знаем и кто реально нуждается. И вы знаете, часть людей ушло, потому что были люди, которые ходили только за пайками. И знаете, Бог начал делать чудо. Те люди, которые остались, они остались ради Господа и начали приглашать своих знакомых. И уже те люди приходили не за пайками, а приходили уже в церковь. Да, мы помогали, если люди нуждаются, и помогаем сегодня. Но знаете, я благодарю Бога за это время и хочу ободрить всех вас. Возможно, вы думаете, что сейчас не время благовестия, сейчас время пробуждения. То пробуждение, о котором мы молились, которого мы ждали. Потому что я не помню, были такие, конечно, крещения, но вот как это крещение, 18 человек. Когда в церкви у нас за все эти 6 месяцев ни одного не было служения, чтобы не было покаяния. И это покаяние минимум 5, а то 10, а то и 15 человек. Поэтому за все слава Господу, благовествуйте и Бог благословит вас. Спасибо, брат Андрей. Ну, Сережа, он сейчас расскажет свое такое эксклюзивное свидетельство, почему Сережа со своей семьей, они живут в Верпене. Это как раз, когда началась война, а у Сережи трое малюсеньких деток. Один родился буквально несколько месяцев назад. Сколько старшему, Сереж? Старшему 8, а младшему, ну вот на момент, когда война началась, было 5 месяцев. Вот такие три мальчика, самому старшему 8. И Сережа, они проживали в Верпене, вот именно как раз там около этого моста страшного, который мы видели не раз, что там брошенные машины и так дальше. Вот они жили там, в такой горячей точке. И поэтому они вынуждены были с семьей выехать в Германию. И Сережа там жил. И оттуда, будучи пастырем церкви, они проводили каждый вторник онлайн-служение. Проводил домашнюю группу. То есть он очень служил церкви, хотя находился там, не мог быть здесь, оставить семью и приехать сюда. Но пока он был там, он служил церкви здесь, в Киеве, своей. Но плюс еще в Германии послужил. Сережа, расскажи, что в Германии произошло? Да, братья и сестры, так как время было служить, то есть времени было много, я подумал, что было бы очень неплохо организовать. Ну, во-первых, я видел много украинцев, которые там находились. Украинцы, которые приезжали с семьями, вагонами, поездами, знаете, их было очень много. И я подумал, надо найти точку, где эти украинцы собираются. Вот и пообщался там с местными бизнесменами из церкви, которые тоже нам помогали. Вот они сказали, что есть вот такой хостел-общежитие, в котором на тот момент тут жило порядка 50-70 человек, и вот там украинцы. И у нас сразу, ну, у меня, у моих, еще был, получается, муж моей сестры. Вот, и мы как бы договорились, что мы вот вместе организуем вот такие, знаете, евангелиционные служения. Мы туда поехали. Что мы сделали первым делом? Мы подумали, ну, продукты у них есть, такие вещи, скажем, у них есть. Чего у них нет? У них нет быта для детей. Очень много детей, которые бегают без присмотра, для которых нет элементарных каких-то игрушек. То есть немцы помогают всем, но такое, знаете, вот, что нужно для того, чтобы мамы были спокойны, этого не было. Это были там игрушки. Мы закупили определенные вещи, скажем, игрушки. Туда поехали, познакомились, дети сразу выбежали, сразу там во дворе такой кипиш образовался. Дети выбежали, начали, значит, с нами знакомиться. И таким образом мы познакомились с их мамами. Это первое. Второе, мы поехали через неделю. Мы взяли просто сладенькой водички, таких, знаете, печенек. И просто вот во дворе сделали такой легкий стол-фуршет. И все выходили, и мы знакомились, общались. То есть с нами было, ну, мы взяли тоже там родственников своих верующих. То есть у нас было там человек, наверное, 5-6, кто поехал. Таким образом мы могли пообщаться лично с этими людьми, понять их, поговорить. Вот, а третий раз уже те бизнесмены, которые, в общем-то, христиане, которые владели этим хостелом, они предложили нам сделать такой большой стол. Такую, ну, евангелизацию, скажем так. Они отвечали за продуктовую часть, то есть они сварили много-много риса, плова. Много-много плова. Вот, и получается поставили много столов, и всех людей приглашали туда. То есть практически вот на, ну, из переселенцев, кто там был, наверное, человек 50-60, вот, было там. В это время мы имели возможность им свидетельствовать. В это время мы говорили про то, что Бог сделал в нашей жизни, как Бог поменял в нашей жизни. Я им рассказывал, как Бог чудным образом сохранил мой дом в Ирпене. А там, понимаете, там люди были, из Киева было мало людей, там были люди из Харькова, из Херсона, из Николаева, то есть из таких мест, где, ну, для людей это актуально, понимаете, будет твой дом завтра стоять или не будет. Вот, и для этих людей это очень сильно касалось их сердца. Потом мы сказали, что у нас уже таких, скажем, мероприятий не будет, но на следующий раз, на следующую неделю мы организовываем домашнюю группу. Мы назвали это группой общения. Знаете, что понятно для неверующих людей, группой общения. И мы сказали, давайте мы будем собираться у вас, где у вас есть место. Они говорят, ну, вот на кухне, на третьем этаже у нас большая кухня. Хорошо, все, и мы пришли туда. И первый раз у нас практически больше десяти человек пришло на такую вот первую домашнюю группу. На этой домашней группе, я не знаю, что делалось, мы как-то особенно, я не могу сказать, молились за это, но вот люди, знаете, они просто плакали. Они вот обычные неверующие люди, они приходили туда, слушали вот какое-то слово про Бога и просто вот плакали, рассказывали, как вот, что у них в жизни происходит. Вот. И таких вот домашних групп мы провели три. На третьей домашней группе мы провели уже покаяние. Мы провели через покаяние, рассказали, что и как, как дальше следовать за Богом. Вот. И сейчас вот на том месте, а это юг Германии, это недалеко от границы со Швейцарией, там уже организовывается церковь украинцев. Уже есть там как минимум два пастыря из Украины, которые приехали. Организовывается центр такой украинцев, и мы туда уже как бы этих людей передали. Спасибо, Сережа. А Сережа вернулся сюда, уже забрал семью, и уже они с семьей вчера из Германии уже вернулись и уже будут здесь. Спасибо, брат Сережа. И Алексей. Добрый вечер, дорогая церковь. Но я скажу, наверное, не о каких-то конкретных вещах для этого времени. Я скажу, как это работает у нас в постоянстве и в принципе. Я скажу, что у Леши в прошлом месяце 18 человек приняло водное крещение в его поместной. И в этот раз 12 будет принимать. Слава Богу, это в одной поместной церкви. Мы для себя определили три такие вещи по поводу евангелизации. Первая, евангелизация для нас это главная ценность. Мы говорим о евангелизации везде, всегда, постоянно, на всех уровнях. Мы не забываем. Мы не проводим евангелизации к какой-то дате приуроченной, либо к какому-то событию, а потом замолкаем. Мы не проводим евангелизации только тогда, когда у нас там, мы видим, все, нет покаяния, нет людей, давайте проведем евангелизацию. У нас вот шесть лет, каждую субботу есть евангелизация. Шесть лет, каждую субботу люди выходят на евангелизацию. Это действие у нас постоянно. Мы не заканчиваем это никогда. Знаете, мы действуем по принципу для себя, такое определение. У кого есть, тому еще прибавится. Есть люди, слава Богу, мы будем об этом все равно говорить. У нас есть реабилитационный центр, и мы стараемся вот эту любовь и вот это понимание ценности Евангелия привить с самого начала. Люди, которые проходят реабилитацию уже после второго где-то месяца, когда они более-менее приходят в себя, каждую субботу лидеры забирают людей с реабилитации, ведут с ними евангелизацию на улицах, учат их проповедовать, и вечером их возвращают на реабилитацию. Таким образом, человек с самого начала прихода и знакомства с Богом понимает свою главную цель и миссию. Он должен это передать еще кому-то. Не рассказывать, сначала год он пробудет в церкви, а потом он будет готов к евангелизации. Он готов к евангелизации уже с первого месяца, как он находится в церкви. Второе, что мы делаем, это привлечь в евангелизацию максимальное количество лидеров. Потому что бывает так, что это надо только одному пастырю, или может быть это только надо одному лидеру из десяти. Максимальное количество лидеров должно быть в евангелизации, участвовать по-разному. Кто-то отвечает за организацию, кто-то отвечает еще за что-то. И таким образом они будут вдохновлять людей на то, чтобы люди шли проповедовать. Чем больше людей будет проповедовать, тем больше с этого будет результата. Если выйдет десять человек, будет один. Если выйдет сто человек, будет десять человек. То есть вовлечь максимальное количество людей, и особенно лидеров, в процесс евангелизации. И третья такая важная вещь, которую мы для себя определили. Создать атмосферу, в которую хочется приводить людей. Потому что бывает так, ну по-честному бывает так, что атмосфера такая, что туда не то что приводить, самому идти не хочется. Поэтому создать атмосферу на всех уровнях. В поместной церкви, в районе, в домашней церкви, в которую хочется идти самому, и хочется пригласить еще кого-то. И если вот мы так следуем этим вещам, и мы видим в этом направлении плод, слава Господу. Спасибо. Но может показаться, знаете, что Леша говорит только для репцентра, только для зависимых. У него в церкви зависимых, наверное, треть. Все остальные, это молодежь и обычные люди. Да, мы где-то два года назад увидели, поскольку мы занимались реабилитацией, мы увидели, что есть такой перегиб в сторону того, что люди в основном после реабилитации. И мы начали благовествовать, и сейчас, наверное, реабилитация, это там, ну, 40% церкви, 60% это люди, не имеющие отношения вообще никакого к реабилитации. Спасибо, брат Леша. Братья дорогие, спасибо вам большое. Вы можете садиться. Дорогая церковь. Дорогие лидеры, мы сейчас свершим молитву. Я хочу прочесть Деяния 4.33 и Деяния 5.14. И здесь написано, апостолы же с великую силу свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их. Верующих же более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин. Здесь описано время, когда апостолов били за благовестие. А они после этих побоев, угроз, выходили и проповедовали Евангелие. И церковь росла мощно. Дорогие братья и сестры, нам не нужно задавать с вами вопрос, а сегодня время благовествовать или нет? Время. Пока вокруг нас есть грешные люди, время благовествовать Евангелие.